доброе утро друзья сегодня у меня маршрут такой сутричка не совсем обычный потому что я не в офис еду а в местный так сказать горсовет города санивэл там мероприятие сегодня для тех кто потерял работу они находятся на попечении там организации соответствующие и вот это соответствующая организация проводит мероприятие на котором разные люди придут соберутся вместе менеджеры рекрутеры вот я и будут говорить про тестирование программного обеспечения как потенциальную возможность для изменения карьеры я у них поселить это то есть не знаю почему они меня назначили на на русский акцент легче понимать чем мы там индуски я не знаю вася кучу то ним меня попросили быть поселить это и а нам-то господи что же нам вот и когда я сказал что вот записать хочу они говорят вы знаете вот некоторые там но они спросили пошли поразурнали год некоторые не чувствуют себя так сказать в этом плане что называется комфорт был и ведь лучше не записывать а сами понимаете камеру меня всегда собой ну дело такое я потом расскажу я вот с собой взял планшетку там записывать буду может он очень интересное скажет или бывает человек интересный можете его на канал к нам позову так что вот у меня такое вступление в тему мне дали ну как сказать план что ли мероприятия вот видите мне дали мне план мероприятия и говорят какие вопросы хотелось бы осветить я хочу сказать что вопрос хорошие и по любому из них можно было бы осветить как следует но но наболевшие знаете действительно они они молодцы вот это как бы может быть самая любимая нами государственная организация вот который этим занимается нова ее зовут сокращение вот это нова они реально переживают за тех людей которые у них там сказать хочет сказать на обслуживание ну вот кто к ним попадает мы с ним много лет уже работаем реально переживают и они реально отбирают более-менее как сказать людей которые хотят хотят учиться хотят поменять профессию хотят работать потому что среди тех кто попадает в такие программы довольно много людей которые но уже особенно по возрасту где тоже пенсии подходят знать вот они то есть чисто технически дискриминировать никого по возрасту нельзя допустим если тебя даже через полгода на пенсию но ты хочешь работать ты говоришь я хочу пошлите меня на обучение тебе никто не может отказать больше того мы как школа не можем тоже сказать вы знаете вот он что-то но зачем ему на домскую ему скоро на пенсию мне может сказать вы знаете он такой уже как-то в возрасте я я сомневаюсь что он сможет найти работу быть мы так не можем сказать это это абсолютно неприемлемо не ну ну то есть совсем и нас не поймут нет не только в том смысле что они с нами не согласны а или допустим папа правилам не положено а в том смысле что они вообще не понимают вот как-то вот дискриминирует человека это как-то шиши 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 значит так вы чё вот поэтому с одной стороны конечно оттуда народ приходит возрастной и мы-то сами понимаете мы не то что не дискриминировать нам просто напрочь переживаем если потом не сможем устроить это же на нас ложится этим вот а сопротивление есть на рынке не не потому что кто-то дискриминирует по возрасту я не могу так сказать но я могу сказать что у них есть какой-то видение если вот допустим команда опал но таких знаете сможешь там команду допустим 3 department и там я не знаю 7 человек 8 менеджер менеджера 27 лет и все кто в команде там ну может быть самому старшему там 31 а так вот вот молодежь если вы придете и вам там 62 они не дискриминируют вас по возрасту просто у них не укладывается они вы не вписывайтесь туда вот собственно и все не вписывайтесь не по возрасту вы не вписывайтесь по уровню энергии вы не вписывайтесь по каким-то как сказать поколение же другие понимаете разные отношения понимания динамика энергетика того все такое просто люди не вписываются никак нет это не дискриминация то смысле что они как у вас мари сколько ему летние они как ну просто вот вы мужчины это из-за возраста очень многие люди они это из-за возраста вот они дожим и надо сказать что действительно есть люди некоторые профессию меняют а есть люди которые скажем так уже там вот если мои ровесники это почти 40 лет в профессии этом почти 40 лет работают там 35 38 там 40 лет работал для действий закончил семьдесят восьмом году но в следующем году будет сороковник и они там программисты электроники на кто они там и вот они теряют работу им трудно устроиться они даже не претендует на какие-то деньги вот как скажем он получал там 130 тысяч но он уже думает ладно ну там не там доработать несколько лет до письма пусть будет 80 а никто не зовет а если зовут интервью не проходит знает то он много а интервью не проходит в общем это это гораздо более сложный вопрос чем вот такое простое понимание дискриминации вот или что-то такого ну вот знаете и редко редко из новые приходят ребята молодые хотя я хочу сказать что значит есть такая программа давайте полезная попытаюсь из этого сделать значит есть такая программа называется w ай и work force enforcement investment акт work force investment акт короче деньги есть эти деньги где-то федеральные где-то штата где-то там из нон-профита всяких в общем есть такие деньги и в каждой каунте по-своему называется эта организация вот допустим у нас тут санта-клари она называется нова вот мы сейчас туда подъедем буквально рядышком значит в там допустим сан-матео кам каунте она называется пенинсула воркс там где-то еще по-другому называется они всюду есть и когда человек теряет работу вот не так что он приехал в страну вот никогда не работал и говорит вот дайте мне анимпломент или что-то нет но если он работал потерял работу то есть вот эти деньги есть возможность пойти там подучиться переучиться повысить квалификацию на самом деле тут есть еще одна тонкость который надо понимать есть деньги которые надо заработать вот скажем анимпломент если ты никогда не работал то анимпломент деньгами тебе не дадут но многие из этих вот организации типа новый в разных каунте многие из этих организаций дадут вам возможность подучиться они за вас заплатят это бывает это и вот такая интересная штука так мне наверно сюда они за вас заплатят но это зависит от очень конкретные ситуации во первых вот то или иное графство вот это каунте та или иная экономическая ситуация больше денег у них есть меньше денег у них есть потому что в общем то они когда деньги есть они не жмутся как бы я не знаю если у них задача потратить все вот этого я не знаю из бюджета бюджет квартальные у них но в общем это такая интересная вот история даже я бывали люди которые вообще никогда не работали но не могли найти работу или там скажем какое-то время они говорят вот мы в поиске нет работы и они находились деньги за них платили есть длинный список в каждом графстве в каждом штате на самом деле есть длинный список учреждений в которые можно платить для этого учебное заведение должно быть некоторым образом там скажем так включено в список назовем так туда входит все сети колледжи и дальше есть там частные школы типа скажем нашей которые находятся на некотором уровне там лицензировали вот и не проштрафились пошли прошла фишки тебя оттуда выкидывают вот такая вот интересная значит информация на обратном пути тогда продолжим буду ехать уже в офис и расскажу что было на этом мероприятии хорошо мне надо сейчас сосредоточиться на то чтобы парковочку найти и определиться со зданием который я еду все тогда пока ну что друзья вышел я с мероприятия сейчас почти три часа где-то мы с 12 до ничего себе нет с 10 с 10 до где-то так вот два с половиной часа 2 40 сейчас расскажу вообще я под впечатлением приду немножко мозги что пришли в порядок там было человек 100 может быть 115 120 вот так а там еще некоторые подходили уходили там и тогда тема была тестирование software quality assurance и как направление для перри учивания но я бы посоветовавшись с нашим этим вот советом пэнел у нас такая была пэнел в этой пэнел был я как за фасилитейтера то есть как бы ведущий такой два человека девочка из индии менеджер в киеве менеджер из оракова еще один был менеджер из apple и еще один был рекрутер он владелец своей компании рекрутинговый в общем вот он такой все очень интересные очень интересные ребята с совершенно потрясающими мне очень понравилось короче да и они говорят давай-ка мы их спросим хотя бы что у них за образование и и вообще какой опыт работы и был ли кто-то до этого в тестировании и как долго они без работы значит и с этого и началось то есть меня представили там работники этой организации потом я представил членов этого пэнелла после чего я говорю ребята давайте я вас спрошу ну-ка так поднимите руки у кого есть образование инженерное либо computer science либо electrical engineering либо что-то в этом вот роде может быть процентов 85 подняли руки нифига себе надо сказать что в возрастном отношении публика была начиная от таких седобородых и кончаю вполне такими лет там 30 там 2 5 вот так ну совсем детишка там не было но в таком диапазоне разное тоже и черные и белые и азиаты в общем из индии самые разные потом был вопрос значит как долго они без работы я гадаю так шесть месяцев и меньше от 6 до года и больше года примерно было по 3 то есть вот треть там 6 месяцев и меньше треть от 6 месяцев до года и треть больше года и меня как-то внутри это даже напрягло потому что я думаю ни хрена себе люди с образованием профильным и больше года без работы люди что это да последний вопрос который я им задал был поднимите руку кто из вас вообще когда бы то ни было работал в киеве процентов 50 вот представьте себе то есть не то что были это были люди которым надо рассказать о том что это вообще такое ну то есть мы конечно немножко поговорили на эту тему но понятно было что в такой аудитории тратить на это много времени как бы смысла нет и мне дали такой в этой организации мне дали так чего бы они хотели прикидку такую чтобы такое обсудить там по тенденциям потому посему но я понял что я не могу этого придерживаться во-первых даже в очках мне плохо видно что они там написали во вторых там еще свет как-то так падал что вот не на стол передо мной она на макушку вот и ну и кроме того ну а давай чем мне их скрипт я и так могу в общем мы пошли в свободном полете да они сказали еще что последние 15 минут вот планировалось что это будет до 12 вот с 10 до 12 но реально вы видите что там получилось но последние 15 минут то есть от 11 45 до 12 значит вопрос и честно сказать так не получилось потому что вопросы я брал на всех абсолютно этапах потому что вопросы были очень хорошие и я сначала одному вижу он там руку тянет огону давай потом нифига себе аудитория такая слушать такие вопросы прелесть отвечать то есть это не то что знаете там как по гринкарт батарею заполнять форму очень классная публика собралась то есть там не только этот пенел но там вообще публика обалденно вот сколько вопросов было задано там может быть там не знаю полтора десятка все очень классно жалко что нельзя записывать было я я правда понял почему нельзя там но это не не будем в эту сторону там вот нибудь да и вот на самом деле записать было бы интересно к сожалению сожалению не было кого-то из маленькой компании ну вот не видят на стартап там 15 человек но вот из какой-то как компании где может быть там всего их 50 60 может быть там пять шесть и научить такое вот вот это вот этого флэйвора не хватало потому что apple oracle ну конечно там они они по-своему смотрят и я уже сами понимаете отдуплился вовсю потому что хотя у меня основная функция конечно было там народ подключать там вопросы давай ты отвечаешь там это все так как-то я вот организован но я же не я же не мог удержаться тоже вот и от души там высказывался ну а как не высказываться мужик говорит там такой серьез такой седоволосый поджары такой американец он говорит говорит что же такое год происходит ягод вот резюме значит там повесил на дайси на монстре там но перечисляют основные эти search engine и вообще никто не звонит ягод удивляюсь как-то людям звонят там по 5 там по 10 звонков деньг мне вообще никто не звонит я думаю о попали знаете а что это значит что никто не звонит это значит что его резюме никто не видит потому что если твое резюме видит тебя снесут какие-то странные люди которые звонят непонятно с чем это все время спрашиваешься какого хрена но вот этот то заводил какого хрена вот звонить человек и спрашивает знаешь ли ты там допустим но у тебя написано что java спрашивает знаешь ли ты python c++ там и руби например ну например вот а чем у меня же там ни слова нигде никак но не ну чего он звонит так вот если ему вообще не звонят это говорит только о том его вообще не видно нигде понимаете он может быть год назад там повесил свой профайл и думать что он там висит это надо за год искать чтобы его там найти ночью миллион миллион разных причин может быть того что значит это произойдет был один паренек он у нас учился когда-то лет пять назад и вот у него пять лет опыта а сейчас он вот значит потерял работу и пытается войти в автоматизацию и он говорит что он там пошел и там ну собственно он и у нас-то учил пять лет назад мы прекрасно преподавали тут же селением там это забылось естественно он он пошел повторил он потом он уже пять лет в профессии даже не с улицы человек он серьезный вот он пошел значит почитал там почитал здесь попрактиковалась какие-то проектики сделал там ну сам для себя и так далее но когда доходит до поиска работы ему это фреймворк можешь с нуля написать а он не может а а у него же пять лет опыта уже зарплата какую хочется уже не пойдет на 30 долларов в частности он доходит уже зарплату такую близко как ближе к программисткой и соответственно они вот да и самое главное что я думаю чем к нам не пришел вот он же он же у нас учился у нас же пожизненный пошли пожизненная поддержка там денег не стоит пришел бы в бессильняку показал бы чуть там на дайсе а может у него бы там в пять раз больше внимания было может вообще там затерялся со своим резюме где-то мы за это время уже может быть там его пяток интервью по знакомым сделали но ну правда и я думаю надо же в дворе человек у нас учился а а так и не понял в чем смысл то есть у нас же свой network очень мощный и вот он не пользуется я не хочу сказать что-то обязательно сработает и там в любой ситуации так далее ну что ж ты не пришел ну даже я не я я немножко даже ну как бы огорчился потому что думаю ну что ж такое вот вот сидит ресурс ждет человека я вам скажу что пристроить человека с пяти годами опыта тем более парень достаточно молодой то может ему лет 35 я не знаю несложно всем нужно с пяти годами никому не нужно вот так что там курсы закончилась ну то есть нет такого большого жора на тех кто после курсов а на тех кто после пяти лет дожор большой и вот в таком рынке как бы вот он уперся почему-то в автоматизацию я не знаю почему то есть полно людей которые не делают автоматизации в общем да это уже так тонкости там профессионально но приятно вот приятно они нам потом поаплодировали какие-то люди потом в коридоре там с вопросами подходили какие-то симпатичные индус очки подходили отдельно поблагодарить дали мне вот ручку с конфетками эти вот друзья вот это дарят тем кто значит выступает на мероприятиях ручку и конфетки вот и для софии тоже мне еще не такой же подарили софия должна была прийти но не там дела по школе вот так что пришел я один могу сказать что я бы чаще ходил на такие мероприятия но может не раз неделю это утомительно вот так и может быть просто в пару месяцев с удовольствием выходил и как-то так и на людях побывал и симпатичный народ и вот вот эти которые из новой все это организаторы очень хорошие и те кто вот в этом канале были тоже потрясающие и по-человечески очень приятные то есть не только знают о чем говорят но по-человечески очень приятно так что вот такие мои впечатления об американской жизни можно сказать о каких-то ее аспектов все ребят счастливо а